Первое, с чего я хочу начать, не с моих регалий, а о чем вы хотите сегодня узнать. И перед тем, как я хочу вас спросить, что вы хотите сегодня узнать, я спрашиваю такой вопрос, готовы ли вы к мату? Вот. Нормально? Окей? Как есть, будем говорить, да? Хорошо. Хорошо. Сейчас поднимайте руку, не стесняйтесь, потому что мне Антон сказал, что вы что-то стеснительные, боитесь, там, ручку поднять, там, не стесняйтесь, все свои. А какие вопросы давайте по маркетингу? Любые вообще, на все отвечу. Потому что, благо, я не только объясняю, я еще руками делаю и долгое время делаю, 8 лет этим занимаюсь. Какие вопросы по маркетингу? Давайте, любые, да. Как можно считать контент-маркетинг? Оценивать эффективность. Как оценить эффективность контент-маркетинга? Окей, хорошо. Эффективность контент-маркетинга. Следующий. Да. Как вы, кстати, боятся называть цену в миллион рублей и делать так, что вы платили, находить такие деньги? В Красноярске или вообще? Вообще. Окей. Миллион рублей. Чек. Дальше. Как нанять аргетолога? Как нанять аргетолога? Пинать. Пинать? А, пинать. Ну, как, на бой. Ну, он, да, не знаю, в секунду. Может, как контролировать или как пинать ему? Ну, если я не узбрачу, то как пинать, что я работаю, что я не делаю. Понял. Окей. Как пинать? Таргетолога. Дальше. Еще. Да. А вот что насчет слишком вызывающей рекламы, которую сматываем, очень необычная, может быть, сама по себе? Костя Зимину знаешь? Да. Ну. Как? Нормально? Нет, ну, крутой. В чем вопрос? Ну, просто, насколько это будет работать вообще в целом? Работает у Костя? Ну, работает, но насколько это долгосрочно? Долгосрочно. Следующий вопрос. Да. Масштабирование. Масштабирование бизнеса. С помощью маркетинга. Правильно? Окей. Дальше. Как определить эффективность маркетинговой компании, которая на меня работает? Ну, на мою компанию. Аналитика, да? Дальше. Может, из нашего опыта какие-то фишки по продвижению сервиса? Например, конструктор сайтов. Еще есть вопросы? Да. Макс, а что в 2019-2020 будет популярным маркетинговой компании? Да. Окей, хорошо. Еще. Сайт или Урдос? Сайт или Урдос? Шутка. Сайт или Урдос? Дальше. Да. Куда вообще смещать вот самое основное внимание маркетинговой компании? Куда? А что? На чем фокусироваться маркетинговой компании? На чем фокусироваться? На самом деле. Да. Да. Ты уже сдал? Конечно. Я буду. Конечно. Ну, собственно. Тебе это интересно, да? А что конкретно? Как предлагать, да? Я буду начинать, да. Объяснить, да? Еще раз. Да. Как относитесь, Максим, к QFD-тестам? Это методика качества. То есть, это таблица специальная. Вы используете ее у себя в ремонте? Как она расшифровывается? Quality, антидравма. Это типа RFM-анализ и что это? Да, да. Типа это дробление аудитории на секрет. Да, да. Окей, хорошо. Сегментация. Все? Еще? Самые стационенные ошибки маркетинговой. Ошибки? С точки зрения маркетолога или предпринимателя? С точки зрения маркетолога. Ошибки, хорошо. Давайте следующие ошибки с точки зрения предпринимателя. Окей, ошибки... Как правильно занять маркетолога? Занять. Все, хватит нам все? Так уволить. Уволить? Как пинать, как уволить. Как полюбить. Все, да? Домально? Еще, да. Последний, хорошо. Три любимых маркетолога. Моих. Моих? Я, я, я. Огилые. Стив Джобс, я считаю, маркетологом. И... И я. Так, нормально? Нас хватит вопросов? Да, просто. Все. Так, давайте начнем с... Сначала. У нас сегодня тема борьба за внимание. Я так назвал, потому что по сути все, что мы делаем в маркетинге, по сути все, что мы делаем, пытаемся делать в личном бренде, там, в продвижении, да и в принципе в жизни мы боремся за внимание чье-то. То есть, с самого детства, то есть, сначала это родители, потом это педагоги, там, не знаю, там, учителя, профессора, потом босс на работе, потом жена, потом дети, потом, ну, в общем, поупоняли. То есть, всю нашу жизнь мы боремся за внимание. Моя первая книга, даже так вот, называться, вот, я веду телеграм-канал, там, уже выкладываю первые главы. Нахера вам меня слушать, как бы, вот, такой вопрос, кто это вообще за чувак, приехал с Москвы такой весь, от миллиона рублей работает, нахер надо. Кто меня знает, руку поднимите. Вот, некоторые меня знают. Кого, кто не знает, сейчас я быстро пробегусь по кейсам, потому что это не важно, не это важно сегодня, но чтобы вот те люди, которые обо мне не знают, чтобы они мне доверились. Меня предупредили, что клики иногда не работают. Тони Робернс, в Москве 26 тысяч человек, половину олимпийского собрал я лично. Второе, Синергия. Два года работал по, вообще, в принципе, формированию личного бренда Тони Робернса в России, потому что, два года назад, это никто не знал. Соответственно, раскачивали социальных сетей, вывозили самые большие группы в Лондон, Сингапур, Майами, по 2-3 тысячи человек русскоязычной аудитории. Там средний чек от 70-80 тысяч рублей, но это до хера, как бы. То есть, как бы, вот, 2 тысячи человек по 80 тысяч рублей, это не так просто, проекте мне. Дальше. Экар Толи. Кто? Слышал? Ходил, может быть. Вот, так. Сил настоящего собирали в Крокус Сити Холл, 6 тысяч человек, за полгода. А я Шабудинов. Там целая история, на самом деле, с Аязом. Я год-полтора с ним работал в качестве директора по маркетингу. Также был совместно обучающий проект Злоу Матрицы. Плюс я еще там спикером выступал. Те, кто обучался у Аяза, кто обучался? Долина, лайк-бизнес, концентрат, масштабирование. Вот, все модули по маркетингу делал там я. Вот. Ну, в смысле, то, что там в презентации и что он там объясняет. Так, дальше. Тимоти Эльван, ну, Блэкстар, все знают, слушали песню Блэкстар, кто-нибудь. Тимоти Эльван, знаете, вот пять лет назад занимались мы с ребятами продвижением крупных концертов. Антисты Блэкстар, Тимоти Эльван, Егор Крид, еще с другими рэперами работали. Вот тогда, соответственно, я и получил эту экспертизу по продвижению крупных мероприятий. Дальше. Конференция в Сколково по маркетингу, по продажам. Российско-Азиатский международный форум. В Холи Дейне, в Москве. И сейчас проведу некоторые кейсы, которые вот недавно ко мне пришли, в компания. Вот как раз-таки вот миллионы рублей. Слушай, Никит, можно я тебя буду просить? Просто перекликивай, так будет проще, мне кажется. Давай, следующий. Так, Алан Клинхайц, давай дальше. Тоже спикер зарубежный. Рябислав Гондопас с ним работал. Да, дальше. Вот, компания Попострой. Серия по поиску подрядчиков на строительство. Тоже вот миллионы рублей. Дальше. Бонг аккаунт, кто по-моему посмотри, мужики. Нет, да, да. 26 миллионов посетителей в сутки. Вот сейчас мы с ними работаем. Дальше. Михаил Гребенюк. Спикер по продажам классный. Мы ему сейчас собираем тысячный зал 1 августа в Москве. Дальше. Компания Меллор. Я со-основатель данной компании вместе с Вова Харитонов. Может кто-то знает его здесь присутствующих. Мы создали эту компанию, этот бренд буквально за месяц-полтора. Через полтора месяца у нас было 85 партнеров в разных городах, в том числе и здесь. Можете эту продукцию найти в кальянных, в барпер-шопах, кто-нибудь в тачке, может быть, видел, нюхали. Дальше. Бренд одежды «Мозго». Дальше. Недавно сделали онлайн-школу под ключ с нуля для Натальи, певица, актриса и хедлайнер мюзиклов «Граф Орлов» Армиро Джульетто. Известные такие мюзиклеры. Она там поет. Ей онлайн-школу собрали за 2 недели 70 человек по 10 тысяч рублей. Тоже считаю классный результат. Дальше. Вот. А фоткайте, как меня найти для связи, то есть все мои сообщества, кому интересно. Ну и, собственно, сейчас подходим уже к тому, что же надо делать в личном бренде. Что же там такого интересного. Сфоткали? Нет. Жду. Так, доверие появилось ко мне? Нет. Нет? У кого нет? В инстаграме 112 еще. После гива уходят, бывает. Доверие появилось? У кого нет? Максим, это все ваше агентство, правильно? Да. Ну, я лично и мое агентство, моя команда. Все? Сфоткали? Окей. Я знаю, что в зале стоят знаки, которые задают тупые вопросы, хейтят спикеры. Есть тут такие? Сразу, чтобы заткнуть их. Нет? Ладно. Так, что может дать личный бренд? Что такое личный бренд вообще? Давайте разберемся. Кто как понимает личный бренд? Вот руку подняли, как сказали. Есть кто-нибудь? Кто знает, что такое личный бренд? Что это? Маска либо его настоящая вовне. Давайте так, смотрите. Все же знают про Демэркули, да? Знаете? Да. Это личный бренд? Да. Окей. Стив Джобс, личный бренд? Да. Тинькофф, личный бренд? Да. Путин, личный бренд? То есть, по сути, мы давно уже сталкивались с понятием личный бренд, потому что сейчас оно стало именно трендовым. То есть, название личный бренд. Это просто личность. Харизматичная, классная, энергичная. Личность, привлекающая к себе внимание, часто мелькающая в СМИ. Вот это личный бренд. Что вам может дать личный бренд? Как минимум, личный бренд вам может дать... Вот как раз женщина спрашивала про масштабирование. До того, как я занялся личным брендом, получается, полгода назад, только я начал это делать, до этого пять лет я просто херачил. То есть, просто брал заказы, проекты, работал там директор по маркетингу. Я не занимался продвижением себя как маркетолога, как личный бренд. И вот полгода назад я зашел в Инстаграм, потом я начал в Телеграм, ВКонтакте, Фейсбук, Ютуб. И мой средний чек возрос с 300 тысяч рублей до миллиона. Просто за счет того, что я вышел и сказал о себе. То есть, получается, вот, к вопросу о масштабировании. А когда вы заявляете громко о себе, когда вы говорите, вот я есть просто, вы хорошо упакованы. Ну, как это делать, я расскажу чуть попозже. Вот когда у вас есть реально хороший личный бренд, это вам позволяет средний чек повышать ваших услуг, ваших продуктов. Просто в два, в три, в пять, в десять раз. Дальше. Вот давайте посмотрим. Кто-нибудь читал книгу Наоми Клайн «Но лого»? Нет? Всем советую запишите. Я вообще сегодня много чего буду советовать, поэтому если куда есть, записывайте там заметки, куда-нибудь там записывайте, потому что это реально классная книга. Мы блокноты раздали, туда записывайте. Наоми Клайн, это американская журналистка, «Но лого». Нет логотипа. Вот так пишите, сейчас покажу. «Но лого». Видно, да? Хорошо. В этой книге я прочитал то, что вообще принципы влияло на меня, как на маркетолога. То есть я реально понял, что я хочу этим заниматься. Там рассказывалось про то, как крупные компании платят миллиарды, миллионы долларов на рекламные компании, чтобы еще больше рынок захватить. Также там в этой книге рассказывают про мелкие компании, которые вот с помощью партизанского маркетинга пытаются конкурировать с этими компаниями большими. и все же знают кроссовки Nike, да? Ну, все знают? Знаете? Не стесняйтесь, давайте больше обряд. Да. Вы же понимаете, что они не стоят 5000. Да. Да, но вы же все равно покупаете. Почему? Бренд. Бренд. Они на одном заводе маленькими мальчиками собираются. Там, в Африке, в Африке, в Китае. Ну, по сути, они вот в качестве, в качестве, в качестве они не особо отличаются, правда. Но за счет бренда там появляется надбавочная стоимость. То есть вот эти вот 4000 рублей – это не себестоимость, это именно бренд. Вот вы переплачиваете за бренд. Дальше там iPhone. Нет, подожди, не тебе дальше. iPhone и какой-то там ноунейм смартфон. 80 тысяч, 15 тысяч. С те же самыми техническими характеристиками, те же самыми функциями. Почему? Ну, потому что вы платите за эмоцию и за причастность к сообществу какому-то. То есть, скажем, если у человека есть iPhone, это уже о чем-то говорит о нем. То есть, вот у меня iPhone, соответственно, я такой-то. То есть, он о себе заявляет как-то. То есть, это получается самоидентификация. Понимаете, да? Вот сегодня Антон рассказывал про сообщество. Мы все часть какого-то сообщества. Уже, будучи даже просто покупая какие-то бренды. То есть, скажем, вот на мне там Кевин Кляйн, вот почти все. Да, вот я часть сообщества Кевин Кляйн. У кого-то iPhone. Не знаю, у кого-то кроссовки, которые не рвутся в 10 лет какого-то бренда. Еще что? Вы все часть сообщества какого-то. А теме Лебедева, знаете? 100 тысяч рублей логотип. Какая-то непонятная, неизвестная компания, где 15-й берет за это. Опять же, за что вы переплачиваете? За бренд. Просто за имя. Давай дальше. Следующее. Наличие бренда дает на баллочную стоимость. Все, понятно. Значит, простая формула. Итоговая цена, которая у вас на выходе, это личный бренд плюс себестоимость. То есть, предположим, там вот спрашивали, вот человек делает сайты. Сайты можно... Вот сколько себестоимости стоит сделать сайт? Ну, по чесноку. Скажи, кто спрашивал? Да, любой. Ну, взять Тильду. Сколько на Тильде сайт стоит сделать? Тысяча. Ну, в среднем, ну, пять. Пять можно найти, в каком фрилансе за пять? Можно этот сайт продать за сорок, как думаете? За сто можно продать? Да. Можно. Две если? Да. Можно. То есть, понимаете, себестоимость пять тысяч, а надбавочная стоимость стоимость сто девяносто пять тысяч. Ну, это же пипец. Это же реально круто. Дальше. Следующий. Следующий момент, который важен для личного бренда, для понимания. То, что сейчас идет эра human-to-human. Нету больше бизнес-to-бизнес, бизнес-to-клайент, client-to-бизнес. Есть вот человек-человек продает. Люди устали от компаний. Они хотят видеть за компанией какого-то реального человека, личность. Почему Тинькофф известен? И его команда Тинькофф известен? Почему, не знаю, там, все, что он делает, это успех? Потому что личность классная, харизматичная, привлекает внимание. При этом через личность вот этого вот человека, личного бренда, вы понимаете лучший продукт. То есть, он, как бы, вот характер бренда, характер бренда, вот стори-теллинг бренда, вы понимаете через личный бренд человека, который на сцене рассказывает про этот бренд. Понимаете, о чем говорю? То есть, вот Тинькофф такой, да, и бизнес у него такой же. То есть, он весь такой эпатажный, ничего не боится, смелый, классный. Я книгу его читал. Вы знали то, что банк Тинькофф, когда выходил на IPO, это самый крупный проект в истории России после Яндекса? Вы знали об этом? Это же охренеть. Они кучу денег туда собрали. К сожалению, потом у них черная полоса началась, и вместо 27 долларов у них потом акции стоили 11 из-за того, что закон обсуждали, что, типа, нельзя выдавать кредитные карты без присутствия человека в офисе. Ну, у них тогда бы вся система порушилась. Но это о другом. И, короче, человек человеку. Люди доверяют людям. Вот вы когда в Инстаграм заходите, почему в Инстаграме хорошие продажи? Почему там, в принципе, все сидят? Потому что там личность жизни видна. Вот, не знаю, вот взять того же самого Тинькоффа. Ну, интересно же вам, с точки зрения, как просто обычного обывателя, подглянуть за мощным сквозным, посмотреть. Вот триггер любопытства, да? Есть же такое, да? То есть, интересно, а чем он живет, что он делает, какие у него принципы по жизни? И если эти принципы коррелируют с вами, вы будете уважать этого человека? Да. То есть, если вы видите, скажем, что человек топит за образование в России, а вы тоже топите. Вы думаете, все, мой человек. Вот эта вот наша, она всегда работает. Вот я, когда занимался продажами, обзванивал, у меня образование нефтяник, геофизик. И так получилось, что полгода я работал в продажах, в тендерах. Обзванивал Куйбышевский, Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы в Самаре. И имел опыт общения от механика обычно до, там, лиц, принимающих решения. И у меня был очень классный скрипт разговора, как вот найти общий язык. Я говорю, слушай, так я же был в Самаре. Он говорит, о, а где был? Там-то все. Диалог завязался. Потому что это идет еще с старых, давних времен, когда мы, будучи обезьянами, ходили парами, группами, там, вот собирались в кучки. Нам было важно, что человек наш. То есть он относится к нашему племени. Вот то же самое здесь. Давай дальше. Что личный бренд дал мне? Вот вначале я сказал, что у меня средний человек вырос с 300 до миллиона. Вот не так вот просто, за раз. Что еще? У меня рекомендуют люди, лидеры на рынке, не знаю, Андрей Парабелл, Олесь Тимофеев, Кирилл Ланов. Все эти люди меня рекомендуют работать со мной в маркетинге. Этого бы никогда не было, если бы я просто не вышел в Инстаграм и не рассказал, что я, в принципе, вообще есть. Представьте, вот вы все, у кого есть Инстаграм? У всех. У всех есть. Уже у всех. Пять лет назад, ну, половины бы еще не было. Вконтакте у всех есть. Сколько в среднем у вас там подписчиков? Ну, в среднем. Тысячу, две, там, три, да? Восемнадцать у кого-то. Как вы думаете, если вы начнете вести свой Инстаграм, рассказывать о чем-то, о своем бизнесе, о себе, у вас продажи могут возрасти? Почему? Почему? Как? Доверие. Доверие. То есть мы за счет личного бренда закрываем определенные триггеры. Триггер доверия социального, триггер авторитета, триггер любопытства, триггер общего врага, триггер спорных. Много там, на самом деле. Дальше. Вот давайте пример Аяза Шабудина. Я знаю, что многие его не знают, возможно. Это молодой бизнесмен, у которого есть сеть кофейн, костелов. Сейчас он делает каворкинги. И у него есть центр образования, лайк-центр. Ну, два-три человека здесь, может быть, о нем слышали, остальные нет. Ну, просто рассказывай о тех, кто не знает. Вот что дает Аязу личный бренд? Вот кто-нибудь из вас искал себе инвестиции в бизнес? Искали, да? Сколько вы? Нашли и как? Нет, я не нашла. Не нашли? А сколько вам требуется? Три миллиона. Три миллиона. А кто еще искал? Да. Десять нашел. Нашли десять, да? Долго искали? Нет, да? Знакомые, да? Помогли. Хорошо. Два. Два. Долго искали? Десять. Вот Аяз Шабудинов, для тех, кто не знает, знает, не знает, не важно, он вот за счет просто пары постов ВКонтакте и ВИнстаграме собрал 50 с чем-то миллионов рублей за неделю. Ну, хренеть же. Ну, представьте, просто вот он взял, говорит, ребят, кто хочет вложиться в мой бизнес? Все. Насколько у него доверие у людей, что они накидают несколько миллионов просто на счет. Дальше. Что важно в личном бренде, с чего начать? Хорошо, что делать нужно? Первое, с чего вам нужно начать, это называется эссенция бренда. Вот. Вы должны выбрать, либо вы являетесь личным брендом, то есть вы как продукт, либо вы через себя продвигаете свой бизнес. Мне нужно два примера. Вот один личный, ну, как лично прям хочет продвигать. Ну, скажем, вот вы, да? Вы хотите это прям личным? Вы хотите лично прям продвигать? Я вот девушке буду. Хотите? Как вас зовут? Можете видеть? И один с бизнесом. Ну, вас как зовут? Виталий. Очень приятно. У вас что за бизнес? Психолог. Психолог. У вас, получается, свой центр. Хорошо. Вот есть Кристина, есть Виталий. Значит, Кристина хочет свой личный бренд продвигать как личный, получается, да? Или у вас есть бизнес? Нет, бизнеса. Так. А что за бизнес? Ничего себе. Все виды кредитования. Макс, просто повторяй. Понял, хорошо. Все виды кредитования. Есть страхование же. Психология. Так? Хорошо. Давайте сейчас придумаем, что можно Кристине, Виталию делать, чтобы у них поднялись продажи и трастовость так называемого личного бренда, поднялась. Ведешь Инстаграм? Ну, в Краде. Окей, смотри, значит, кредитование. Значит, первое, с чего нужно начать, и вы все сейчас сделаете это задание, я очень вас попрошу, чтобы вы его сделали, это реально важно. Подумайте, как о вас вспоминают ваши друзья и знакомые. То есть, какой фразой они вас ассоциируют? Ну, предположим про меня, да? Макс Белуза, кто это? А, это что-то маркетолог, который работал с Тони Робинсом, с Айазом. Вот это фраза, которая меня характеризовывает. Это вот эссенция моего бренда. Любит кальян. Для кого-то это разно. Кто матерится, короче. Либо кто, кто, короче. Вот эта вот фраза, это по сути вот все то, куда вы сливали деньги в личный бренд и что вам это дало. Давайте простой пример, чтобы вы поняли, что это с Тони Робинсом. А конфета, Кристина? Бренд есть какой-то, который сразу в голове? Конфетка. ММД у кого-то. Чупа-чупс есть у кого-то? Есть. Давай проще, хорошо. Кожаная куртка, бренд одежды какой? Снежная королева. Понимаете, то есть у вас уже, то есть компании платили кучу денег, миллиард долларов, кто-то миллиарды, кто-то миллионы за то, чтобы у вас вот этот ассоциативный ряд выстрелить. Чтобы ваши там вот эти вот нейроны в голове, они как бы вот включались в нужный момент. Когда человек думает, вот когда Виталий думает, он, понятно дело, старый закалки, он старше меня. Когда Виталий думает о шоколадке, он думает о валенке. Когда я думаю о шоколадке, я думаю о сникерсе. Я думаю, многие со мной тоже. Кто о сникерсе подумал? Потому что разные поколения. Вот, давайте теперь вы тоже, как пример, Виталий и Кристина, задача в зале, так же, как и здесь, подумать, как вас ассоциируют ваши друзья и знакомые, ваш ближний круг, когда вспоминают о вас. Кто такой Виталий? Виталий, кто? Друзья, вы близки называете высшей технологией, а групп людей, которые, в которых мне, надо было кони наедель. Как? Кони наедель. Кони наедель. Интересно? Да. Стрелу вы сделаете каких-то вырезантов? Да, готова ответить. Есть в твоей информации? Есть? Да. Выходи. Давай. Только честно. Ладно? Если вон та стерва, то так и говорим. Как? Вспоминаешь о Кристине, что в твоей отборе? Улыбчивая, профессионаловое дело, уверенная в себе. Вот как? Ой, чуть не вызвала. Как вы думаете, фраза улыбчивая, профессионал, еще что сказала? Уверенная. Уверенная. Это можно обнести не Кристине, а к любому из вас? Как вы думаете, это хорошее УТП? Нет. Нет. То есть нету оффера какого-то, правильно? Вот, смотрите. Кто задание уже сделал? Можете пересаживать детали. Спасибо большое, Кристин. Спасибо. Кто сделал? Выходите. Да, давай. Как зовут? Катерина. Катерина. Здорово. Мои друзья меня ассоциируют с путешествиями в Америке, это то, что мне нравится. И с моей работой. Я продвигаю, потому что присылок много разных. А то, что ты путешествуешь, тебе как-то помогает продвигать коттеджные поселки? Нет. Вот смотрите. Сейчас. Как зовут? Рената. Рената, сейчас скажешь. Смотри. Как зовут? Катя. Вот смотрите. Кто-нибудь слышал про понятие маркетолога, как сидеть на туалете? Мы делаем рекламу для сидящих в туалете. Я очень люблю этот пример. Не услышал? Сейчас всем расскажу. Прикол в том, что мы делаем рекламу, вот те, кто занимается рекламой, сайтами, вы должны понимать, что вы работаете для человека, сидящего на туалете. Почему? Потому что, как правило, мы заходим в социальные сети, когда мы едем в такси, в общественном транспорте, едим, пьем, засыпаем и сидим в туалете. То есть, получается, мы должны четко осознавать, что если мы сделали сайт, где куча текста, отвечая на вопрос лендинг либо сайт, человек не будет его читать. Это не баллончик, который он сел на туалет и читает. Это сайт, который ему не интересен, потому что куча текста, все, он закрыл. Он дальше пошел смотреть котиков, собачек и чем же кончилась Игра престолов, понимаете, да? Соответственно, мы должны четко понимать, вот запишите, вот сейчас где вы там записываете себе, что когда вы запускаете коммуникацию в интернете за счет личного бренда, рекламы, таргетинга, контекста, неважно, вы покупаете личное время человека одного, либо десяти, либо ста тысячи, в зависимости от вашего рекламного бюджета, на 15 секунд. Записали? 15 секунд. Кто-то, может, на толчке дольше сидит, конечно. Вот, да, 15 секунд. Вот выходит Катя, вы сидите в туалете, ну, в принципе, уже сидите, представьте, вы в туалете сидите. Вот вы открыли телефон, и тут вы видите Инстаграм Кати, где она говорит что? Сегодня я путешествую по Вашингтону. Так, и что? Рассказывает, что ты замечательно. Ну, те же задачи продать, правильно? Покупайте Катя. Если я с этой точки зрения, то тогда я рассказываю, посмотрите, какое классное голубое небо, а вы сидите чахнете. А уж вас курица, прятая, пресная, а всего в 30 минутах от города есть голубое небо. Это личный вариант, по-вашему? Ну, чего-то нет, да? Вот смотри, твоя задача продавать контектер, так? То есть ты как продажник или как собственник? Это твои коттеджи? И то, и то, хорошо. Как бы я сделал? Я бы поселился сам в этом коттедже и после бы фотки и видео оттуда. Прямой эфир бы запускал, говорю, вот так вот, развалился бы вот так вот. На лежанке, говорю, охренеть, у меня коттедж трехэтажный, мне так классно. Кто хочет приехать ко мне в гости? В воскресенье я приглашаю всех на шашлыки. То есть понимаете, в чем разница? Первое, солнце светит, а вы чахнете, ну сразу как вот с негатива, да, как вот, ну как-то вот. А тут получается, есть такой триггер, который очень часто используют в сетевом маркетинге. Дай потрогать. Триггер обладания. Кто-нибудь слышал о таком? Ну, простой пример, вот смотри. Вот, предположим, я продаю айфоны, да. Я вот подхожу к Виталию и говорю, Виталий, хочешь айфон? На, держи. Вот когда он взял, у него мозг уже думал, что это его. Понимаете, да? Вот это называется триггер обладания. И когда я говорю, Виталий, ну что, готов? Все, видишь, Виталий уже у меня украл айфон. Верни там просто этот план, да. Понимаете? То есть, когда вы запускаете личный проект, вы должны четко понимать, что вы должны продать через себя. Вспоминаем, люди доверяют людям, помните, да? Вот если Катя признается, это мой бизнес, у вас будет доверие, когда он будет продавать что-то? Ну, вряд ли. Ну, понятно, это ее бизнес, она хочет продать. А если, предположим, Катя не будет говорить, что это ее коттеджи, она просто скажет, я купила себе, круто, классно, я живу, мне нравится. Будет больше, да, Илья? Больше. Вот. Спасибо. Так, давайте теперь, как зовут? Рина. Рина. Уже, на самом деле, не думала заниматься продвижением личного бренда. Просто сейчас вот с этим заданием очень меня так улыбнуло. То, что вспомнилось, да, как обо мне говорят люди. Вообще, так представлюсь, у меня сеть зоомаркетов, бедклиника и производство аквариумов, Амур. То, что говорят люди, это зверюга, потому что у меня сайт был на этом доменном имени. И мать дракона. Вот. Ну, собственно, очень смешно. Но я думаю, как-то все-таки утпшно получается. Да. Не утпшно, но утпшно. Вас надо запомнить. Хорошо. Вас как зовут? Меня Дима зовут. Дима, давайте я вам скажу. Меня Дима зовут. Есть программулина такая, посмотреть, как ты записан в записанных книжках в своих знакомых. Да, знаю, все. Вот. Через эту программулину я записан всех просто юристов. Ну, я юрист, я юническая юриста. Вот. Вот идеальный пример четкого позиционирования. Юрист. Вот хороший пример ты привел, кстати. Вот кто-нибудь ходит в клубы, в бары, в клубы, в кальян. Ходите? Ну, поднимайте пример. Я знаю, что ходите. Все. Вы там знакомы? Бывало, что вы там знакомитесь с кем-то? Бывало. А как вы записываете этого человека? Ассоциация. Вот. Вот это вот и есть эссенция бренда вашего личного. Ассоциация. Как вас записывают в телефонной книжке другие люди? Макс Белоруссов, маркетолог. Макс Маркетолог. Макс Материцов, маркетолог. Юрий, да? Дима. Дима, юрист. Все, этого достаточно. Как только человеку понадобятся юридические услуги, он позвонит кому? Диме. Диме, юрист. Все, спасибо. Да, просто как примет. Ну, хочешь попробовать? Еще попробовать? Давай, попробуй. Виталий, развиваю процент вашего УТП. Увеличиваю процент вашего УТП. Давай разберем УТП. Вот смотри, что такое УТП? Вот к вопросу мы вернемся. Утоп. Конечно, нужен тяжелый образ. Давай. Так. Тох, ты можешь меня сигнализировать, когда останется час? Стоп. Хорошо. Виталий, да? Виталий. Вот Виталий что сказал? Как ты это практическал? Увеличиваю процент вашего УТП? Увеличиваю. Увеличиваю. Хочется сказать не процент, а другое, да? Есть? Ну да. Увеличиваю. Сложно это все? Если бы с Виталием в Харле встретился, я бы его записал. Большой, веселый психолог. Вообще, это ты тут склонится тебя. Хорошо. Ну, психолог тоже круто. Виталий, садись сюда, чтобы быть близко. Ага. В чем твоя услуга? Можешь просто вкратце написать? Где люди приходят, чего они плачают? Наук управления с собой. Ты НЛТшник? Да. А за счет чего ты это делаешь? Просто разбираешься, типа, вот, что там, да? Человеки. Ну, я сказал, кони-люди. Врухалабу кони. Ну, это, когда я создаюсь извинен, открываешься инстинктом. Потом мама говорит, иди на горшок, дружок, дайте ему смысл. Вот это вот кентавр со смыслами и цифрами есть человек. Навык их взаимодействия позволяет человеку пристили самостоятельность, уставлять с собой. Хорошо, супер. Вот сейчас Виталий, как маркетолог, допустил одну большую ошибку, которую вы все допускаете. Вот был вопрос про ошибки маркетолога. Кто задал? Ты. Вот сейчас тебе отвечу. Виталий сейчас продавал процесс. Да, да, да. А не результат. Понимаете, о чем говорю? Да. Вот все вы допускаете, вот запишите прям себе сейчас, вы все допускаете гигантскую ошибку в том, что вы продаете процесс все время. Как вы это делаете? За счет чего? Технические характеристики? Это нахер никому не надо. Вот простой пример. Вы продаете, у кого есть фитнес-центр свой здесь, возможно, есть. Нет? Предположим, у вас фитнес-центр. Вот вы открылись в Красноярске, да, вот все, вы открылись, все классно, вам нужно клиентов туда найти. Маркетолог-идиот, знаете, как сделает? Он покажет в рекламе инвентарь. Он скажет, что у меня, у нас новое оборудование, у нас классные тренера. И что? Вот ты сидишь в туалете, и что? Увидел, блядь, и что? И что мне с этого? Ничего. Удачный пример стал. А гениальный маркетолог? Ну, хотя бы хороший маркетолог, да? Кто-нибудь считается хорошим маркетологом здесь? Как бы ты написал? Выходи, давай. Сейчас мы узнаем, хороший ты или нет. Как бы ты продал? Ну, в случае человек, что эгоистично, поэтому, если он будет посредством о том, чего он хочет добиться. А конкретно, я бы достигнул на этом цена, на самом деле. Как вы что-то делаете? Получи встроенное тело на минимассу для того, он хочет набрать массу. То есть, получи то тело, которое ты хочешь. А на картинку что ты попадаешь? В зависимости отца, либо, ну, среди стандартных сотрудников. Красивый тренер должен быть на картинке, который работает только в этом типе. Я бы доставил мне красивого тренера, а тоже красивого человека с хорошим делом. Сейчас, чаще всего. А можно юрист предложить? Да, конечно. Я бы показал толстого человека спустя полгода. Вы знаете, спасибо. Спасибо. Как зовут? Виктор. Спасибо, Виктор. Сейчас, сейчас прислал. Наталья, сейчас, секундочку. А Виталий идет на Виктужину? Да. Атон, идет? Виталий идет на Виктужину? Да. Да. Идете? Там пообщаемся. Смотрите. Сейчас мысль потерял, сейчас найду. Нашел. А-а-а-а-а. Юрист классно сказал. Что сказал? Показать толстого человека спустя. Да. У меня, да. Я купил однажды абонемент в фитнес-центре. На самом деле, пять лет назад... Нет, не пять, вру. Восемь лет назад. Я был очень худым. Я сидел на сыроедении. Строго вегетарианства. Потом я сорвался. Располнел. Вот. И записался в фитнес-центр. Год ходил. И набрал два килограмма. И меня спрашивают, ты на массе? Я говорю, нет, я худел. Вот. И тренера звали Никита. Почему? Никита такой классный, такой накачанный, супер. Вот. И однажды мы с ним в колено встречаемся. Я Никиту этого раз... Как это? Ну, раком, конечно, ставлю. Я говорю, Никита, какого хера? Вот. Я заплатил 150 тысяч рублей за год. Вот. Тебе. Фитнес-центру. Я не похудел. Я набрал два кило. Что за бред? Он такой, ты виноват. Я говорю, нет, не я виноват. Ты виноват. Ты долбалит. Извините, да? Почему? Потому что я кому пришел деньги платить? Никите. Фитнес-центру. Правильно? То есть, если они ответственно перекладывают на меня, ну, как бы, ну, и что это за херня? Как бы, да? Потом Никита уволился с того фитнес-центра. Я не занимался еще год. Потом, соответственно, я вижу в его инстаграме. Он начал заниматься личным брендом. Он раскачался. А скоро поедет в Барселону выступать. Ну, типа, какая-то как-то там. Ай, ночь в Аркснеггер, там, мускулы мигают. И Никита выложил фотку. Сейчас я вам покажу даже. Я просто, я покажу. Вы все поймете. И эта фотка заставила меня записаться в новый фитнес-центр, где он, куда он пришел. И оплатить годовой абонемент. Вот эта фотка. Вот. Не знаю, как тебе. Можно там? Видно? Очень живный чувак. Вот. Видно, да? Видно, да? Ну, нет. Ну, совсем плюс-минус видно, да? Вот, внизу написано. 127 килограмм. Через 6 месяцев. Охуеть. Просто, блядь. 6 месяцев прошло, чувак на 60 килограмм похудел. 60. Не 10, не 20. 60. Ну, просто посмотрите. Он с ним занимался. Вот вы как думаете, а к такому тренеру запишутся? Да. Это результат? Да. Результат. Соответственно, а ты че? Да. 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 Ну, понятное дело, что цели у всех разные. Понятное дело. Понятное дело. Понятно. Я сейчас говорю про тех людей, которые хотят похудеть, предположим. Вот вы пошли к такому тренеру? Пошли. Давайте. У кого зоомагазин был? Да. Как вас сейчас? Динара. Извините. На имена просто плохо. Но, на самом деле, три раза повторив имя, все, запоминают все. Динара, Динара, Динара. Неправильно вы запомнили. А? Неправильно вы запомнили. Как? Рената. Рената. Еще лучше все запомнить сейчас. Все вспомнят. Нет, он ошибся. Рената. Так. Какой у тебя результат? Для клиента какой у тебя результат? В смысле, нужен или сейчас? У тебя зоомагазин, так? Да. Какой ты результат должен продавать? Счастливый питон. Это, конечно, эмоции, да, и польза для владельцев животных, а при чтим жизнь, если вы хотите результат. Счастливый питон. Вот смотрите. Очень интересный момент. Так скажем, удобство и премии. Понял, понял. Мы иногда думаем, что мы понимаем мотивацию клиента. Вот есть у нас такой косяк. Мы думаем, что мы знаем людей. Нет, мы не знаем людей, если мы не копаемся досконально. Приведу пример. Как вы думаете, зачем девушки ездят на бизнес-тренинги? Мужей. Девушка поняла. Вот, когда сидит маркетолог, он думает, саморазвитие, улучшить бизнес, новые навыки. Хуй там. Мужчины. Дальше. Зачем мужики покупают дорогие машины? Как вы думаете? Комфорт, нам говорят в рекламе. Безопасность, нам говорят, да. Технический характерист, скорость за 100 км в час, за 6 секунд. Ну, это мужику надо как-нибудь? Нет. Нет. Что ему надо? Понты. А зачем ему понты нужны? Для женщины. Чтобы переспать. Так? Вот. Кто-то цикнул. Типа опять сойти. Понимаете, низменные инстинкты у всех они. Они абсолютно у всех. И когда мы продаем домашнее животное... Мы не продаем домашнее животное. Да, мы не продаем домашнее. И даже не эмоцию, связанную с этим домашним животным. Товары для них. А? Товары для них. Они животные. Нет, я не про Зофилов сейчас говорю. Там эта цепочка, она неправильная, как у вас там выстрелилась. Я к тому, что... Подумайте. Возможно, родители покупают домашнего животного сыну ребенку, потому что они чувствуют вину за то, что они с ним не проводят время достаточное. И это типа как извинение. Правильно я говорю, психолог? Да. Правильно. Потому что тоже интересовался одно время психологией. Мы это называем, маркетологи, карту смыслов. Вот Антон, которым не общился, ты рисовал карту смыслов? Вот. Что значит нарисовать карту смыслов и как составить УТПР? Вот это УТПР продает, как думаете, увеличивая процент успешности. Ни хера не понятно. Знаете технику смарт? Кто-нибудь? Кто знает? Давай, Жень. Выходи. Сейчас, микрофон скажешь. С Женей мы, кстати, работали по проекту Тони Роббинс. Он отличный копирайтер. Кому надо. Ну ты же тексты пишешь. И контент-маркетинг, и копирайтер. И все вместе. Очень классный рогетолог. Что такое смарт? Я не помню, как это шифровывается. Это... Я помню конкретно, что цель должна быть измеримой, понятной и так далее. И по времени. Время, чтобы было. Правильно. То есть, получается... Спасибо, Женя. Классный маркетолог. Смотрите, значит... Вот, когда мы ставим себе цели, вам нравится, что я рассказываю? Нормально? Или дерьмо собачье? Нормально, да? Когда мы ставим себе цели, мы ставим себе их по смарту, как обычно. То есть, цель должна быть понятна, мотивировать. Она должна быть в временных рамках и должна быть чем-то оцифрованной. Мы должны понимать, за счет чего мы ее достигнем. Так? Вот все пять букв, которые здесь есть, я их назвал. Вот, когда мы пишем УТП. Что такое УТП? Это эссенция нашего бренда. Личного, нашей компании, нашего предложения. Она тоже должна все это содержать. Пример херового УТП. Ну, помимо этого, да? Для маркетолога. Увеличиваю продажи. Увеличиваю конверсии. И чего, блять? Все этим занимаются. Конкретно напиши. Принесу тебе заявки из Инстаграма за 40 рублей в течение месяца. Нормально? Понятно? Лучше? Лучше. У меня вот ребята обучались, у них был салон красоты. У них написано, типа, с нами девушки чувствуют себя лучше. У нас лучшие специалисты. Опять лучшие. Вот это, блять, слово лучшие уже, тошнит уже. Лучшие специалисты в области, там, блять, вот, как это называется, вот эти вот парикмахеры, там, визажисты, стилисты, да? Ну и чего? Я говорю, блять, напишите, дешевле на 20 процентов, чем конкуренты напротив. УТП? УТП. Почему нет? Соответственно, как нам нужно переделать вот это вот УТП нашего психолога, чтобы к нему пошли клиенты? Что ему в шапке профиля в Инстаграме написать или на сайте? Давайте. Результат. Результат какой? Конкретно. Ну, вообще-то это первая ситуация. Ну, давай вот возьмем, предположим, женщин. Женщин 30+, нет мужика, все херло, вот пришла к тебе. Вот для такого сегмента какой результат будет? Нашла мужа, есть результат? Да. Окей. Найдешь мужа. Хорошо. Найдешь мужа, пишем. Найдешь мужа. За сколько? Сколько ты сеансов потребуется? Один. Всю жизнь будет. Десять сеансов. Десять сеансов. Да. В месяц сколько сеансов? Четыре. То есть два месяца. Найдешь мужа за два месяца. За два месяца. Дальше. Вспоминаем. Цель должна мотивировать. Зачем ей найти мужа за два месяца? Найдешь мужа, чтобы отстали подруги, чтобы завидовали подруги. Супер, найдешь богатого. Ты же можешь помочь богатого найти? Необычного богатого? Найдешь богатого мужа за два месяца, чтобы подруги завидовали. Заебись. Или вернем деньги. Или женишь сам на тебе всего. Заебись же. Ну лучше же, чем вот этот дерьмо. Ну правильно? Вы относитесь серьезно к моему мату, потому что мат, и когда я повышаю голос, это специально, чтобы вас откладывалось. Это, в принципе, якорения небольшие такие. Поэтому нуча личного, короче. У кого сейчас проблема с вот этим вот УТП? У кого что? Давайте вот. У кого что болит? Урис? Да. Ну с тобой понятно, юрист. Дальше. Да. Давай, выходи. Как зовут? Я. Давай покажите. Я владельца хостела Кири. Хостела? Да. Хорошо. Хостел? Да. Хостел. Взлетка? Взлетка, да? Да. Взлетка? Да. Я в Состоярске был несколько раз? Хостел. Хорошо. Хорошо. И что у тебя написано на сайте или инстаграме? Что ты пишешь? Чисто, комфортно и безопасно. Заеби, да? Чисто, комфортно, безопасно. Придёшь? Как зовут тебя? Дмитрий? Димитрий? Классный. Димитрий? Не везёт мне сейчас. Димитрий. Вот тебе говорят. Как ты ходил? Чисто, комфортно и безопасно. Чисто, комфортно и безопасно. Пойдёшь в хостел? Нет. А почему? Ну, если подбирать хостел, то полотеном не надо. Нет, вот это и есть, пожалуйста. Ты же не сказал. Чисто, комфортно и безопасно. В основном, полотеном, смотришь. На рожеве. Нет, циники сравнивайте. Циники сравнивайте. Вот, больное, больное, запольное. Забольное, забольное. Сейчас. А сколько стоит у вас? За 300 рублей перенечевать? Вот это нормально. Не вопрос. Вот смотри, вот смотри. Проблема в чём? Ты сейчас пытаешься быть для всех. 300 рублей, хер там, не вопрос. Чисто? Чисто. Всё, все. Хоть кто там, понимаешь? Хоть кто и никто в итоге. Понимаешь? Еда в подарок. Еда в подарок, да. Психолог тоже там в подарок. Чай, кофе. Всё. А кто твои клиенты? В основном пациенты краевых клиник. Спасибо. А? В основном пациенты краевых клиник. Пациенты? Блин. Пациенты. Пациенты краевых клиник. Хорошо. То есть те, кто, получается, там пытаются вылечить своё здоровье, да? Рядом с клиникой. Утках в подарок, там, в клинике. А почему ты об этом ты не сказала? Сразу? Первые три слова. Потом уже да. Так нахер эти три слова, которые вода водой просто. Ну они ничего не говорят. Капельница утка в подарок. Сейчас ты сказала, сейчас ты сказала, уже понятно. Для кого и чего и чего не нужно, чего не болит. Понимаете, вот, ребят, вторая проблема. Запишите. Нет. Вы на сайтах в рекламе льёте воду. Вот реально. Если взять вот рекламу. А? А? Сейчас объясню. Вот у вас в рекламе вот эти слова. Самый лучший, эксклюзивный, блядь, не знаю, идеальный. Они что-то вам говорят, как клиенту, скажи честно. Ни хрена они не говорят. Говорят что? Факты и цифры. Правильно? Факты и цифры. Вот что остается. Вот приведите эксперимент с вашим отделом продаж. Отдайте одному скрипт, где без фактов и цифр он что-то пытается продать, а второму с фактами и цифрами. Вот просто сравните конверсию. Или просто сейчас, например. Знаете, вы играли в сломанный телефон в детстве? Ну все же играли. Да. Вам рассказывают историю. Вот вы за что цепляетесь в истории? Факты. Факты и цифры. Всё. Вот мы люди такие. Причём факты и цифры нужно три раза повторить, чтобы человек запомнил. К тебе возвращаемся. Как ты сказал ещё раз? Чисто, уютно, комфортно, да? Вот как вы думаете, это может быть в принципе УТП? Нет. Почему? Потому что вот нету. Ни херена непонятно. У всех чисто. У всех плюс-минус комфортно. Почему? Потому что её УТП, в кавычках, это клиентское ожидание в принципе от отеля. Ну как там может быть нечисто? Я приеду в отель и там будет нечисто что ли? Или там, не знаю, комфортно. Что там, блин, спотыкаться там туда, не знаю, людей, которые там, не знаю, напухались там? Как это чё-то чисто комфортно? Ещё? Безопасно. Безопасно. Вы когда ездили в отель в Косток, где он небезопасный? Это может быть УТП, кстати, отстроение УТП. Наши УТП не безопасно, но никак в плане УТП, а просто. Кое-что есть. Подожди, ты бы купил кроссовки, которые бы сделали УТП? Не рубутся. Да. Охренеть. Подожди, не в этом речь, просто есть вещи, которые очевидны. Хорошо, машина не ломается. Купил бы? Была история по поводу, господи, пивоваренного завода, как он написал, который использовал в своей рекламе, то, что они его там бутылки, что-то там паром там вдают, что-то такое. Тем самым они взяли просто очевидную функцию, но за счёт неё сделали… Это разное. Это разное. Я понимаю, что ты говоришь, это правильно. Это правильно. Но это разное. Он говорит о том, что можно взять очевидный факт для тебя, как для владельца бизнеса, и подать его красиво для клиента. Да. У нас же УТП – хостел, в которых чисто, уютно, безопасно. Да. По факту звучит как отзыв. Я там посетил хостел, чисто, уютно, безопасно. У тебя бы так отзыв закрыл? Нет. Я как отзыв могу дать, а меня не стимулирует покупки. Могу сказать, хостел, например, в центре, второй день в подарок. Так у него хостелы для клиентов, которые в клинике. Нахера? А сколько расстояние от хостела до клиники? Такси. 200 метров. Такси в подарок. 200 метров до клиники. Вот, вот, вот. А он на первом этаже или там? Сейчас, пока на четвертом, приходите за кровать и езжаем с первого. Но это другая история. Да, вот там. Девушка тоже. Вот, можно насчет хостела? Я просто сразу зашла в вашу группу ВКонтакте. То, что у вас есть группа. И что я заметила, то, что у вас есть фотографии города просмерть. Самого хостела мало фотография. Было бы интереснее узнать именно про сам хостел. Потому что, например, я бы как клиент в первую очередь посмотрела на нас сам. То, что там происходит. И еще там фотографии есть тусовок. И вы говорите это, ну, например, безопасно. Ребят, ребят, просто час остался. Сейчас будем дальше двигаться. Мозги уже по-другому начали работать? Да. Что-то поняли? Что-то в голове начало рождаться? Спасибо. Давай дальше. Что еще важно? По поводу личного бренда. Сейчас я открою все заметку, потому что я могу что-то забыть. Кому полезно то, что я рассказываю лично? Ну, вы же честные здесь в Красноярске, правильно? В Москве честные. Да, и в Москве честные. Кому не полезно в России. Смотрите, значит, на чем строится личный бренд? Записывайте. Первое. Это эссенция бренда и УТП. То, что мы с вами проработали только что. Записывайте? Что я не пишу, Виталий? Запоминаешь? Да. А, видео. Да, у тебя же ГИП. Эссенция бренда записали? Записали. Дальше. Главное обещание и подтверждение. Понятно или объяснить? Объяснить. Подподдерживаешь, Виталий? Что такое главное обещание? Вот главное обещание, это как раз что мы обещаем? Наши основной оффер для клиента. Вот в эссенции бренда мы пишем. А, скажем, вот про меня. Тот самый маркетолог, который работал с Тони Робинсом, а я сам Шабудин. Вот заебись. Все, запомнил. Эссенция есть. Какое у меня главное обещание? Скажем, за там, продвину ваше мероприятие за две недели на две тысячи человек. Понятно? Вот это обещание. Конкретика. Там, не знаю, приведу заявки из Инстаграма в ваш бизнес по 40 рублей. Обещание. Вот нужно сформировать главное обещание наше. Вот нашего бизнеса. Обещание у Виталия помним? Найдем тебе мужа за два месяца, богатого мужа за два месяца или вернем деньги. Помните? Вот это обещание. А эссенция бренда какая, Виталий? Психолог. Классный психолог для баб. Все. Вот это вполне достаточно. Дальше. Упаковка и брендинг. Вот мы уже подобрались к одному из самых важных тоже моментов. Это упаковка и брендинг. Вань, выйдешь? Твой звездный час настал. Мы с Ваней познакомились в Москве через общих друзей. Как это было? Всем привет. Меня зовут Иван. Мы открывались в том блоге в Москве. И у нас там дела не по плану шли, если честно. Я думал в чем проблема. И вот мне посоветовали Максима. Ну вообще знакомый получилось, что можно к нему обратиться по поводу маркетинга. Потому что я думал, что проблема основная в настройке рекламных кампаний и так далее. В процессе лидогенерации проблема большая. Мы с Максимом встретились и оказалось, что там проблема несколько глубже у нас. То, что у нас все позиционирование, вся визуалка была настроена, ну очень красиво все выглядело. Да, мы там надавались мята. Было все так... Ты нервничаешь? Давайте Ваню похлопаем. Все, ты нервничаешь? Натальше, Ваня. Бизнесом занимает. Как было просто сейчас. Ваня мне говорит, вот у меня сеть стоматологии в Москве. Я говорю, покажи, там сайт, социальные сети он мне показывает. И что я вижу просто. Я вижу, вырви глаз зеленый цвет, название мята. Вот если вы просто, не знаю, у вас этой кальянной нету сети в Красноярске. У нас в Москве куча в кальянной сети мята. Кто-нибудь был? Знает? Слышал? И я говорю, Ваня, может дело-то в упаковке, в позиционировании все-таки, а не в трафике? Он говорит, нет. Я... Сколько ты потратил на это? 300 кассари, сука, потратил на упаковку? Нет, упаковка охеренная. Я говорю, да нет. Вот мы полчаса спорили, что упаковка дерьмо и вообще не подходит Ивану. И тогда он согласился. Почему? Потому что есть такое понятие, как нейромарпетинг. Вот сейчас расскажешь? Сейчас чуть-чуть, прям маленькое отступление. Вы знали, что оранжевый цвет у мужика – это цвет сексуальной недовольтворенности? Нет, вот вам. Что-то больше про аппетит. Вам факт. Фиолетовый цвет – это женская недовольтворенность. Простите, у кого сейчас фиолетовый. Белый цвет – это цвет общения. Синий цвет у женщины – это цвет долгих романтических отношений. Чёрный цвет – это цвет доминирования. Коричневый цвет – это цвет стабильности. Много могу чего рассказать. Красный цвет – цвет секса, агрессии. Понятно, да? Вот с чем у вас остаётся зелёный цвет, честно скажите? Зелёный – с чем у вас остаётся? С природой. С деньгами. Деньги, аллигаты, дальше? С вербатой. С вербатой, дальше, да. С здоровьем. С здоровьем, да, правильно. Что ещё? Надёжность. Надёжность. Природа. С косметикой ещё остаётся? С светофором. Да, органика. Заебись. Вот это подходит человеку, который хотел открывать бюджетную стоматологию? Нет. Какой цвет у стоматологии должен быть? Белый. Белый ещё какой? Голубой. Голубой. Вот это я и вам объясняю. Очевидные, в принципе, вещи. Вань, ну, как бы, если ты открываешь экономную стоматологию в спальном районе, где, по сути, твои клиенты – это 35+. У них есть определённый клиентский опыт. То есть они привыкли к какому-то определённому позиционированию. Вот взять Яндекс и Гугл. Кто пользуется Гуглом? А кто Яндексом? Вот как правило, не знаю, почему здесь так, как правило, Яндексом пользуется более взрослая категория людей. Однажды мы общались с одним человеком, и он говорит, какого хера у Яндекса такой уёбищный дизайн? Я ему говорю, слушай, на самом деле у Яндекса много денег, у них есть возможность нанять реально крутого дизайнера. Но фишка в том, что они знают просто свою целевую аудиторию, и для их целевой аудитории этот дизайн подходит. Просто это разная целевая аудитория. Буклом пользуются гики и инноваторы в основном, и молодёжь, а Яндекс – это более консервативные личности. Если ещё глубже копать, у кого Билайн? У кого МТС? У кого Миграфон? Как вы думаете, вы отличаетесь? Да. Очень, очень. Кто курит? Вообще мне в Красноярске сказали, что мало кто здесь курит. Где вы были, когда я хотел подкурить? Есть разные компании. Есть Marlboro, есть David Dove, есть Parliament, есть Kent. Это вообще разные люди, они все работают на разные кластеры аудитории. BMW, Mercedes. Разные люди? Разные. Вот, давай, продолжай. В общем, мы пришли к выводу, что, ну, Максим меня привёл к выводу. Потому что я вам согласен сначала. То, что у нас визуалка, она, ну, не под эконом сегмент совсем, да? И внутренний, получается, интерьер, и всё это внешне, и в социальных сетях. Ну, все логотипы, банера, всё выглядит как-то по-дорогому, типа. А цена у нас дешёвая. Получается, что кто приходит, ну, вот, дорогой сегмент, мы его привлекаем, да, своей визуалкой, они приходят, видят дешёвые цены и отваливаются. Потому что, ну, и с ними это не резонирует. Вот, они хотят, ну, для них дешёвая цена как-то странно. А кто хочет задёшево купить, они к нам не приходят, потому что визуально они видят, что это там дорого, да? Вот, там, Максим тоже пример приводил, что если мы там, сок, например, в стекле, да, он, как бы, мы сразу понимаем, что он, типа, дороже, да? Чем сок, ну, лёг прям на вот то, что я думаю. Мы потом подняли цены, вот, дела у нас пошли получше. Вот, ну, потом стоматологию продали, потому что в другом сегменте хотим развиваться, ну, вот, в низком ценовом сегменте. Такая история. Это не купленный человек, это реальная история. Спасибо вам. Спасибо. А, помнили, в чём проблема была? Неправильное позиционирование, неправильная упаковка. Ещё раз вспоминаю, что важно для личного бренда? Эссенция, главное обещание, упаковка. Вспомнили? Хорошо. Фишка ещё в том, что, когда вы начнёте заниматься личным брендом, у вас конкуренция идёт на другом уровне. Посмотрите. Предположим, вы, ну, давайте себе представим, вы оказались на небитаемом острове. Представили? Вот представьте, прямо вот, почувствуйте это. Выходите по пляжу, песочек, там, ветер дует. Кокосы валяются. Никого нет. Вот, мы, наверное, не обитаем острове. И тут вы понимаете, что на этом острове вы не один оказывается, там есть племя. А вы маркетолог. Вот так вот получилось. И ваша задача, как бы там, ну, заработать кокосы, подняться по социальной лестнице и подружиться с этими аборигенами. Соответственно, нужно им что-то полезное дать. Правильно? Вот. Что бы вы им предложили? Ну, вот есть аборигены, вот, вы маркетолог. Ваша задача им помочь. Чем? Чем? Какая у них проблема? Вот. Какая проблема? Ну, вот вы маркетолог, нам нужно что-то продать аборигенами. У нас есть что-нибудь с собой зажигалка там? Какая-то нет. Инструментарий иммироваться, понимаете? Ну, предположим, есть. Нужно показать вылеза и метод разводить огонь. Вот. Я обменяю. Хорошо. Конечно. Но вредить мы точно не хотим. А учить их делать те же самые два, которые я делаю, по-новому. По-новому. Так, вот. Да. А вот, Дмитрий, по поводу дать ему огонь и дали вопрос, нужно ли им это? Мне кажется, в первую очередь нужно выяснить, что они хотят. Да, но их не квалифицируют, что знает язык. Вот, смотрите. Однажды я эту историю услышал у кого-то. Вот хороший маркетолог, хитрый, как бы сделал, он бы рассыпал по пляжу гвозди, а потом бы продавал тапки. То есть, понимаете, фишка в том, что у клиента нет сформированной потребности на самом деле. Вы сами не знаете, что хотите, к сожалению. Вот психолог подтверждает, да-да, говорит. Спасибо. Вы сами не знаете, что хотите, еще раз запомните. И клиенты не знают, что они хотят. И когда вы думаете, что вы сейчас им что-то покажете, они прямо сразу купят, это только про уровень конкуренции на этапе наличия товара, называется. Кто-нибудь слышал про город, как же он назывался-то? Забыл. Короче, с северного пятигорода, где помидоры по 300 рублей продают. На август. На август. На август. На август. На август. Поoon знакомое? Вон, красавчик, Анадырь. Да. Это в сезон. Ну это реально дорого. Ладно, плохой пример. Сколько там фруктов стоит? Ну если не в сезон, бананы за 600 рублей. Ну пиздец же. Бананы за 600 рублей, вы не видели? Тут дорого. Почему там покупают бананы за 600 рублей? Потому что конкуренция на уровне наличия товаров. Просто нет бананов там. Не возят туда. Чтобы вы понимали, из Анадыря летает, во сколько я помню, один самолет Боинг. Раз там месяц-два и все. Больше ничего туда не летают. За 70000 рублей. Соответственно, здесь на уровне конкуренции. А конкуренция на уровне просто наличия товаров. Вот ты просто сказал, я продаю бананы. Все, в тебе пошли. Понимаете, да? Здесь УТП даже не надо. УТП у тебя сам товар. Есть такие голубые океаны. Кто читал там про голубой океан, слышал. Когда вы выходите на рынок, у вас реально уникальный какой-то продукт или услуга. Ну реально уникальный. Ну нет больше никого. Кто это предлагает. Вот как бананы в Анадыре, да? Но такого очень мало. Такое редко было. Согласитесь, да? Дальше. Какой уровень? То есть вот у нас уровень конкуренции наличия, да? Того наличия. Дальше у нас уровень конкуренции предложения. Представим, что у нас переместимся из холодного Анадыря, скажем, в Москву. Нет, давайте к Красноярскому ближе. К Красноярскому. Переместили, все. Прилетели. Бананы здесь продаются? Продаются. Если я скажу, что я продаю бананы, это уникальное предложение? Нет. Соответственно, где я пытаюсь конкурировать? На предложение. На уровне цены. Понимаете, да? То есть не на уровне товара, а на уровне цены. Либо предложение. Купи один банан, второй в подарок. Вот это на уровне предложения конкуренция. Дальше. Как только я понимаю, что и в цене я не могу конкурировать, то есть, ну, людям же пофигу. Банан за 30 рублей покупать, либо за 50. Это не УТП уже. Я иду в эмоции. Что такое эмоции? Эмоции, это вот... Есть у вас дорогие сети магазинов в Красноярске какие-то? Какие? Батон. Какие магазины? Продуктовые? У вас остался один псевдо. Один псевдо. Офигеть. Ну, вот у нас... У нас в Москве есть азбука вкуса. Слышали? У нас два, даже лучше. Закрылась нахуй. Она берет точно не наличием товара. Там все продается, то же самое, что и везде. Точно не предложение. Ну, почему, блядь, дорого. Эмоциями, клиентским сервисом. На уровне клиентского сервиса она топчик. Ты входишь и чувствуешь себя человеком. Вот не как я сейчас летел в Красноярск, и меня там стюардесс отрезал жопой задел. Там вот так вот локтем и не извинилась даже. Или там, когда я спрашивала, тебе что подать, курицу либо мясо? Я говорю, курицу вода не кидает. А когда ты входишь и чувствуешь себя человеком просто. В магазин вошел. Здравствуйте, говорят. Какой салатик? Туда-сюда. Давайте помогу. В пакетик нам сюда попадут. Ну, это сервис. Понимаете, да? На уровне эмоции. Понимаете? То есть я готов переплатить этому магазину за счет того, что мне предоставляют хороший сервис клиентский. И последний уровень конкуренции, это прям топчик. Это обучение клиента. Кто из маркетологов знает, что это такое? А когда ты сам не создаешь в какой-то виде, обучаешь им быть успешными и продавать больше с помощью тебя? Типа партнерами? Нет. А когда мы говорим, что надо брать не одну подушечку жевачки, а три? Вот. Молодец. Создаем собой сообщество любителей двух подружек тех желаний. Ну да. Ну, предположим, да. Если просто это сообщество. То есть, опять же, в книге «Но лока» вы записали? Да. Кто написал? Да. Правильно. В книге «Но лока» очень интересная есть глава, где рассказывается, что вы пиво пьете кто-нибудь? Да. Кто пиво пьет? Вот. В 70-е годы, знаете такой фестиваль «Вудсток» музыкальный? Там химпаниши тусовались. Пивные компании подумали, нам хочется увеличить, расширить возрастную вилку тех, кто пьет пиво, чтобы это не только взрослые люди были, но еще и молодежь. Как это сделать? А давайте сделаем ассоциативный ряд музыкальных фестивалей с пивом. Вот ты идешь на музыкальный фестиваль, на концерт, ты должен взять пиво. Это же они придумали. Это придумали маркетологи. И каждый раз, когда вы смотрите футбол, идете на концерт, вы покупаете что? Пиво. Почему? Потому что ассоциация, которую вам вдолбили в голову. Другой пример ассоциации, еще хуже. А кто не почитал про китайское исследование, про казеин, про молочку, что это вредно? Есть такие, да. Что нам на завтрак говорят? Пей данон, да? Хлопья жри. Данон, блядь. Бактерии. С утра, ребят, мы жрем эту гадость. Ну, кто просто разбирается в пище, вы поймете меня. Кто нет, почитайте китайское исследование, либо про сорей, просто про молочку. Ну, 90% молочки это просто шлак, это как бы химия. И нам ее заталкивают, нам ее продают, что с утра ей нужно жрать. Другой пример. Несквик. Вот ребенку дай Несквик. Полезно. Что там полезно? Вы когда упаковку Несквику возьмете, там звездочкой написано. Там вот написано, содержание полезных веществ в Несквике. И звездочкой написано, при добавлении молока. То есть в молоке эти вещества, а не в Несквике. Это реально пример. Дальше. Шоколадная паста на стиле. Видели? Вот как вы думаете, она полезная? Нет. А знаете, прикол в чем? В том, что ее подали как полезную и она продалась в Америке. За счет чего? За счет того, что маркетологи сделали акцент на том, что в шоколадной масле на стиле есть содержание ореха. Там даже орех нарисован. Видели, да? И они сделали рекламную компанию, рассчитанную, как бы логично, не на детей, а на домохозяек, которые хотели купить сладость своему ребенку, но при этом, чтобы она была полезна. Чтобы они не чувствовали чувство вины за то, что они кормят ребенка, ну как бы, неполезной едой. Вот как и схищаются маркетологи. Вот об этом там многое в этой книге. К чему я это все говорю? Крупные компании, и вы в том числе тоже это можете делать, вы можете обучить клиента что-то делать. У вас Стив Джобс и его компашка после его смерти научили пользоваться iTunes. Мы до этого... Русский человек что делал? Прямо скачивал с интернета. Песня, да? А сейчас мы все потихоньку... Кто хоть раз что-то покупал в iTunes, скачивал? Охренеть! Уже больше половины зала. Вот если бы я год назад спросил, один какой-нибудь там в очках и смузи такой на заднем сидел бы и сказал, я... Сейчас уже половина зала. Вас обучили этим пользоваться. Две жвачки вместо одной, две подушечки вместо одной. Это тоже обучение клиента что-то делать. То есть это, получается, какие-то ритуалы, которые нам навязывают маркетологи. Понятно? Идешь на концерт, купи пиво. Проснулся, сожри давно. Ребенка нечего есть, дай ему несколько. Вот это ритуалы. Поняли? Вот. Соответственно, если у нас есть личный бренд, то нам это позволяет конкурировать уже не на уровне, наличия товара. Да? Я делаю сайты. Ну, заебись, и что дальше? Я делаю сайты плюс рекламная компания в подарок. Ну, классно, многие это делают. Вот здесь мы конкурируем уже. На уровне эмоций. На уровне обучения клиента. То есть мы, получается, выходим в неконкурентную среду. Понятно почему? Или нет? Или еще объяснить? Да. Простой еще пример, чтобы все поняли. Предположим, я занимаюсь психологией. То есть я и Виталий, да? Вот если бы мы с ним конкурируем на уровне наличия, нам бы пришлось переехать куда-нибудь там в Анадырь и сказать, я психолог, я единственный психолог в городе. Потом приезжает Виталий. Ну, я уже не единственный психолог в Анадырье. Мы с ним конкурируем на уровне предложения. Точнее, цены. У Виталия стоит 5000 рублей консультация, а у меня 1000. Все, мы вот на уровне цены конкурируем. Дальше. Так получилось, что в Анадырье теперь куча психологов. Ну, вот все увидели, что ниша прям стреляет. Огонь, да? Как гироскутеры в одно время. Все, появилась куча психологов. Тут мы как бы что делаем? Мы говорим, ребята, Вы, конечно, можете идти к Виталию за 5000, но у меня там, не знаю, там, девушки за месяц реально богатых мужиков находят. А еще у меня то, 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 а еще вот это. Я эмоции беру. Понимаете, да? Понятный пример? Вот. То есть, когда появляется личный бред, мне уже не надо конкурировать на уровне цены и предложения. Мне уже можно конкурировать на уровне эмоций. А там конкуренции намного меньше. Давай дальше. Это первый слайд. Так, кросс-пиар и коллаборация. Еще один пример того, как вам можно продвигать свой личный бред. Когда я занимался продвижением концертов, ну, это самый такой прям понятный хороший пример для вас. Предположим, вы начинающий артист, музыкант. Предположим, вы пишете музыку в стиле басты. Ну, так получилось. Как вы думаете, какой будет самый гениальный ход для вас, чтобы вы начали собирать концерты по 500 человек? Коллаб. Выступи на концерте у басты. Да. На концерте у басты, хит. Что еще? На разогреве. Разогрев, да. Камер, да? Чтобы баста в столях запилил у тебя. Что запилил? Stories. Stories. А что здесь происходит? Смотрите. Вот есть фанатская аудитория басты, такая гигантская баста, да? Есть вы, да? Вы. Когда вы выступаете на концерте басты, что происходит? Вы, получается, отщепляете от аудитории басты себе какую-то аудиторию, правильно? Почему? Потому что, если у вас стили похожи, то, получается, кому-то из тех, кто слушает басту, зайдет еще и ваша музыка. Правильно? Прикол в том, что, вот запишите вторую книгу, хитмейкеры называется, она одна. Там рассматривается сам смысл, почему что-то становится хитом. Продукт, песня, писатель, художник, неважно кто. И один из принципов становления известным – это взять что-то уже вам знакомое и немножко его переделать. Премьер. Все смотрели фильм «Титаник»? Смотрели? Кто не смотрел? Не смотрел? Не смотрел. Это история Ромео и Джульетты, просто помещенной в новое предлагаемое обстоятельство. То есть, уже не на земле, а на корабле. Взять, скажем, фильм «Звездные войны». Это ковбойский боевик, помещенный в предлагаемое обстоятельство космоса. Взять, что там еще взять? Понятно или другие примеры? Да. То есть, мы берем что-то уже знакомое, что-то уже популярное, немножко видоизменяем, чуть-чуть. Потому что, если много видоизменений, все, люди испугаются. Вот есть еще одно понятие, запишите. Майя называется. Майя. Майя. Об этом в книге рассказывается. Она обозначает эстетический оргазм. Вот у вас барон такой, когда вы приходите в музей и, блядь, охуенная картина. Был такое? Или когда песню слушаете, и говорят, блин, прям мурашки идут по коже. Был такое у кого-нибудь? Вот это называется эстетический оргазм. Мы чувствуем эстетический оргазм, когда мы находимся на золотой середине между чем-то новым и чем-то знакомым. Вот, золотая середина – это эстетический оргазм. Если мы переваливаемся в новое, нас это пугает. Людей пугает все новое. Если мы излишне новаторы, как, скажем, Илон Маск в одно время выпустил свои электрофицированные машины, для многих это новое, слишком новое, слишком инновационное. Есть такое слишком инновационное? Есть. Если слишком знакомо, ну и что, нахер мне это покупать, если я это уже видел, и это есть. А когда мы на середине – это идеально. Почему так происходит? Объясняю. Вернемся к басте. Все же знают басту, да? Да. Вот. У вас есть определенный ассоциативный ряд, который у вас построен в голове. Когда вы слышите баста или его песни, у вас включается определенный отдел мозга, который связан с бастой. Вот такой вот ящичек там. Когда появляется новый артист похожий на басту, вы сразу, если он реально хорошо отпозиционировался, он выступил у него на разогреве, вы этого артиста рядом с бастой посадите, правильно? В своем этом ящичке памяти. Таким образом, человек, артист, он правильно спозиционирован, и у него появляется афанатская аудитория басты. Так ведь? Да. Вот. Другой пример. Предположим, вы хотите создать новый бренд одежды. Идеальным для вас входом будет взять уже известный бренд одежды «Зара», «Пума», там, не знаю, «Бережка», все что-нибудь. Немножко видоизменить что-то, добавить туда и выдать за новое. И у вас это стреляют. Так делают все. Абсолютно все. Почему? Потому что, вот, золотая середина, наверное, между новым и знакомым. Еще важный момент. По поводу ЛТП тоже. Кто-нибудь был в Ижевске? Нет? Там есть одна пиццерия, которая заняла монополию на всем рынке. То есть, ну, нет у нее уже конкуренции. Как? Вот вы, когда заказываете еду, пиццу, что для вас важно? Скорость. Да. То есть, вместо того, чтобы конкурировать в качестве пиццы, в клиентском сервисе, в маркетинге, в бизнес-процессах, они просто выбрали для себя один основной параметр в бизнесе. Это скорость доставки. И они начали в нем пить. То есть, вот, получается, если вот рисовать диаграмму развития разных сфер этого бизнеса, то скорость доставки у них самая высокая. И они выиграли, потому что клиентам именно это было важно. Понятно? Вот, если вы будете понимать, что в вашем бизнесе самое важное, на это давить, у вас все будет классно. Так, у нас остается полчасика. Я еще хотел вас немножко повеселить в конце. Так, что у нас? Давай, следующий слайд. Для тех, кто не хочет светиться, короткий совет. Вы можете найти амбассадора бренда. Об этом, по-моему, если кто-то говорил спикером. Это человек, который будет представлять вашу компанию. То есть, предположим, Виталий не хочет светиться. Он не хочет выкладывать в Инстаграм, ввести его. Не вопрос. Он может это отдать своей ассистентке, которая у него в клинике работает. Ну, там, где принимают пациентов. И она, получается, показывает бизнес изнутри. Внутрянку такую. То есть, вы это можете отдать менеджеру, восьмой менеджеру, контент-менеджеру это делать. То есть, человеку, который там в бизнесе крутится, верится и внутрянку показывает. Дальше. Как и за счет чего выделяться? Кто про Зимина спрашивает, про мат? Я. Как ты считаешь, мат это способ выделиться? Ну, да. Вы можете выделяться, ну, как вы для себя сами решите. То есть, есть триггер-спорт, общий враг, полезность, провокация, объединение вокруг общей идеи, кейсы и опыт, развлечения, цепляющий образ. Пример Навального. Какой у него триггер работает? Оппозиционный. Что это? Общий враг, правильно? Так. Взять, йоби-да-йоби, слушай, что там? Провокация. Взять, не знаю, что, 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 что у вас постоянно популярно? Чистый воздух. Чистый воздух. То есть, ну, скажем, если бы появился политик, который бы пообещал вам очистить воздух. Это был бы для вас триггер? Да. Большое обещание. Большое обещание. Полезность. Общий враг, да. Дальше. Следующий слайд. Смотрите, какие бывают этапы развития личного бренда? Важный момент, запишите. И, опять же, с чего начинать и как это все будет. Сначала вы становитесь экспертом своей узкой нише. Вот узкая ниша. Узкая ниша. Узкая ниша. Подустали, ребят? Или нормально? Все зевают уже. Давайте встанем. Опять. Музыку можешь включить какую-нибудь? Я не знаю. Просто он мне сказал, что здесь слушают. Что ты сказал? Я ничего не говорил. А, не говорил ли? Вот. Знаем мы, что нет. Что-нибудь включи? Я просто начинаю память. У меня это кажется. И кто стоит исключить? Это что-нибудь? Что-нибудь? Только не сансары басты. Давай, кю-бу, кю-бу. Вот. Виталий знает толк музыку. Все, давайте встанем. Ребеночки. Подлини. Подлини. А-а-а-а! Вот здесь вот все стоием, чуть-чуть. А-а-а-а-а-а-а! Давай, стоите, стоите. Блоком. А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Подлини, готовиться, а во-ро-рохни, встанем. Да, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Так, этапы развития личного брена, значит, узкая ниша. Вы эксперт узкой ниши. Простой пример, который всем понятен. Предположим, у вас автосалон. И все, наверное, знают, что вы лучше всех меняете шины. Ну, вы в этом эксперт. Супер вообще. Если поменять шины, то к вам. Или колодки, еще что-нибудь. Дальше. Расширение тематики. Все знали, что ты эксперт в шинах. У тебя был инстаграм, ты это все снимал, фотографировал, у тебя куча отзывов. Дальше ты заявляешь. Я эксперт в машинах. Не только в смене шин и колодок, а вообще в машинах и разбираюсь. То есть те, кто хотят купить машину, это ко мне. Я все расскажу, покажу, приведу примеры, скажу, где дешевле, где лучше. Понятно, да? Расширение тематики. Ясно? Дальше. Следующий этап – это рок-звезда. Это когда вас приглашают на телеканалы и к вам прислушиваются даже те люди, которым нахрен мне не нужна машина. Понятно? То есть вы реально красавчик, эксперт, просто личность. Супер. Понятно? Вот три этапа. Еще раз. Узкая ниша. Вы эксперт в узкой нише. Дальше вы ее расширяете. Дальше вы просто красавчик, к которому просто прислушиваться. Вас увидели на улице, сами сфоткались. Просто потому, что вы красавчик, а не потому, что вы там хорошо разбираетесь с машиной. Следующий слайд. Мне Антон сказал, что тут мало кто знает Марию Саладар. Кто не знает ее? Слышал? О, слышали. Антон, ты что? Воронка на шесть рук. А? Какие шесть? Поднимите. Воронка на шесть. Воронка, да. Давайте рассмотрим этапы у нее. Вспоминаю. Сначала она была экспертом в узкой нише какой? Автоворонки, так? Да. Да. Она, кстати, выступала в Красноярске? Да. Да. Да, нет. В ММ была. Вот. Ладно, все, не спорим. Она была специалистом в узкой нише автоворонки, так, да? Дальше что она делает? Она расширяет тематику до маркетолога. Я эксперт в маркетинге, правильно? Дальше что она делает? Я эксперт в удаленной работе. Дальше что она делает? Я просто блогер, лайфкоуч, который помогает девушкам зарабатывать деньги. Идет от узкого к широкому. Понятно? То есть, получается, она вот таким образом, она каждый раз расширяла целевую аудиторию. Автоворонка. Да. Кому нужна автоворонка? Скажем, тысячи людям из Москвы, да? Или там, из России. Тысячи. Кому нужен маркетинг? Уже больше людей, да? Уже 10 тысяч. Кому интересна удаленная работа? Уже больше. 100 тысяч. С каким женщинам интересно больше зарабатывать? Да до херя их. Миллионы, которые там зародили в декрете, там, не знаю, еще что-то там занимать нелюбимым делом. Понимаете, о чем это? То есть, мы, получается, от меньшего в больше войдем. Дальше. Какие проблемы личного бренда Вэг? Проблемы тоже есть. Викторин читал Дэнни Кеннеди. «Джерский менеджмент». Если вы помните, у нее есть очень классная фраза. Он приводит пример Макдоналдса, по-моему. Он говорит, вот если бы я был инвестором, я бы никогда не вложил деньги в компанию, которая зависит от одного человека. Я бы вложил в систему. Потому что, если он попадет в автокатастрофу, компания развалится, я потеряю деньги. А если у компании есть система, то даже если генеральный директор умрет, не знаю, сопьется, скурится, там, его уволят, компания останется. Потому что есть определенная модель. Есть выстроенная модель, которая работает, может, и без него. Не знаю, уволили, заменили. Поэтому проблема личного бренда основная в том, что все зависит на вас, к сожалению. То есть все будет, как вот сейчас я, да. Да, у меня клиентов в миллионы рублей. Убрать меня из данного бизнеса, из данного рекламного агентства, все. Рекламный агентство не будет генерировать клиентов в миллионы рублей. Потому что все держится на мне, как на личности. Соответственно, моя задача в том, чтобы клиенты приходили не ко мне, а в мое рекламное агентство, как к Артемии Лебедеву. Люди же понимают, что если они закажут у студии Артемии Лебедева логотип, это не значит, что Артемия Лебедева сидит и рисует этот логотип, правильно? Это просто как бы уровень нормы, уровень качества, который они задали планку. И люди знают, что вот они придут, там заплатят и получат определенный продукт. Поэтому проблема личного бренда в том, что, к сожалению, первое время все будет завязано на вас. Дальше. Многие думают, на хрена мне сейчас заниматься личным брендом, это же деньги, это же траты, нужно Инстаграм ввести, нужно вкладывать в рекламу. Кто сейчас так думает? То есть все готовы заниматься? А кто готов заниматься личным брендом? Савцы. Ну, все равно вы с этим столкнулись думаете, там, реклама дорогая, блогеры дорогие, там, деньги туда, деньги сюда. Следующий слайд. Предыдущий. Перепутал. Что мне помогло не думать так? Посмотрите. Я за последние полгода потратил, знаете, сколько на протяжении своего Инстаграма? Просто предположите. За год? За полгода. 500. 500. 100 тысяч. 0. Миллионов 5. 900 тысяч рублей. 900. Ну, это хера, правда, 900 тысяч. То есть это те деньги, которые я просто потратил на Инстаграм. На гивы, на таргетивную рекламу, на коллаборации, на рекламу блогеров, на продвижение своих постов в массовой ленте, на сервисы масс-лукинга, масс-торис и так далее. 900 тысяч. Что мне это дало? Мне это дало. 2 миллиона рублей я заработал на обучении. То есть я стартовал свою онлайн-школу по маркетингу. Мне обучилось порядка 70 человек. Это 2 миллиона рублей. Дальше. На личных консультациях, которые мне стоят от 25 тысяч, я заработал примерно 300 тысяч. Ко мне пришло 6 клиентов от миллиона рублей в плюс. Соответственно, как вы думаете, я окупился? Окупился. И у меня был план. Я понимал, что каждый вложенный рубль в продвижении Инстаграма даст мне 2 или 3 рубля на выходе. Когда вы так будете относиться к продвижению своего личного бренда, вам будет легче туда инвестировать. Как это понять? Мы с Антоном на занятиях по маркетингу разрабатывали, так называемым, обратную воронку. Кто слышал про обратную воронку? Не про Саладар, когда ее перевернули и будет обратную воронку. Просто про обратную воронку слышал? Что это такое? Предположим, есть у Антона цель собрать 100 человек. Сколько нужно заявок, чтобы собрать 100 человек? Предположим, у него конверсия, он говорил, из заявки по оплату 10%. Нужно 1000 заявок, чтобы собрать 100 человек сюда на мероприятие. Сколько нужно кликов по рекламе, чтобы получить 1000 заявок? 10 тысяч. Берем везде 10% конверсию. Вот, 10 тысяч. Вот это обратная воронка. Понятно почему? То есть мы, получается, от конечной цели просчитываем, что нам нужно сделать. Вот вы садитесь сегодня домой, вот вам задание сегодня пишите. Сколько я хочу заработать на личном бренде? Пишите. Миллион рублей за полгода, предположим, да? 100 тысяч рублей в месяц. То есть 10 миллионов за год. Дальше вы вот так вот считаете. А как считать, я, кому интересно, там были мои контакты, мне напишите куда-нибудь. Я скину вам таблицу, как это считать. Таким образом, вы поймете, что вам нужно примерно 10 тысяч кликов, либо 100 тысяч просмотров вашего инстаграм-профиля, чтобы вы получили 100 клиентов со средним чеком 10 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Либо 10 тысяч по... Ну, короче, чтобы в итоге вышло миллион. Понятно, да? Где композицию, правда? Давай следующий слайд. Полезная литература. Сейчас я вам скажу, что почитать. Вот, запишите, потому что это реально классная литература, очень хорошие книги. Итак. Фрэнк Кёрн. Пишите. Или Кёрн, Кёрн, знаю. Фрэнк Кёрн. Книги не найдете, там есть на торрентах, ну, если пользуетесь, его тренинги. Американский коуч. Дальше. Джефф Уокер. Читал кто-нибудь? Нет? Джефф Уокер. Дальше. Олег Тиньков. У него есть книги? Дальше. Шу Герман. Дальше. Малкольм Гладуэл. Кто-нибудь читал? Евгений Аутсайдер. Класс. Малкольм Гладуэл. Дальше. Наоми Клайн. Говорил уже. И книга Хитмейкер. Сейчас сказал. Вот то, что я вам советую прочитать про личный бренд. А теперь давайте, мы все уже устали, мы немножко расслабимся и посмеемся. Вы же не против мата, да? Нет. Не против. Хорошо. У меня недавно стартовало шоу Инстапрожарка. Там, короче, люди кидают свой аккаунт в Инстаграм мне. Я в режиме реального времени их нагибаю, короче, жестко. Там иногда смешно. Надеюсь, вам зайдет. Давайте посмотрим. Там буквально 7 минут. Если будете смеяться, мне будет приятно. Сразу. Вы-то нахер девочки классные. Ням-ням. Прям не буду шутить. Смотри, детский сад. Вот это окей. Вот это не окей. Блядь, это как бы... Ой, господи. Ой, блядь, что это? Ну, пиздец. Неудавшийся поэт. Купили трусы, значит. Поносили и решили их сдать. Как вы это себе представляете? Если бы ты была уродина и сидят в туалете. А, блядь, а как надо читать? Давай покурим. Это нахер никому не нужно. Ты очень стремно улыбаешься. Правда, извини, конечно. Извини, конечно. Сегодня мы будем разбираться примерно 5-7 аккаунтов. Сразу говорю, чтобы вы не обижались. Это юмористический такой проект. Но при этом он полезный. Многие думают, что вот у них все круто, классно. Но они забывают о том, что есть другие люди, которые могут зайти в тот же самый Instagram аккаунт и увидеть не то, что увидит создатель этого Instagram аккаунта. Если хотите тоже, чтобы я вас разобрал в прямом эфире, есть у меня чат Telegram, в который добавляйтесь. Ссылка под описанием к этому видео. Первый, немецкий за 30 минут в день. Вот этот знак вспоминает зайчика из плейбоя. Музыка на фоне мешает. Второй мешает сама девочка. Если бы ты была уроденная, я бы точно не слушал то, что ты говоришь. Но так как ты симпатичная, плюс еще, так как это немецкий язык, разные мысли появляются. Вот эта вот серая плашка. И вот эти вот субтитры с зеленым цветом, они выглядят как-то очень дешево. Самый Instagram какой-то блёкный. Хочется, не знаю, прям повеситься от этого серого цвета. Нижнее белье, ручная работа. И 100% возврат. Купили трусы, значит. Поносили и решили их сдать, короче. Как вы это себе представляете? То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Ну это странно. Белье, оно не возвращается. Девочки классные, прям ням-ням, но вот эти фразы меня напрягают. Если бы я был женщина, я подумал, если кто-то вернул трусы, возможно, мне продали чьи-то трусы. То есть это уже отвал. Великолепный чёрный цвет. Пеньюар и бельё из коллекции, ну прям пиздец, язык сломаешь. Бельёк должен быть текучим, лёгким. Весь контент, который вы делаете в интернете, он должен быть для людей, которые как будто бы сидят в туалете. У вас есть короткий промежуток времени, чтобы зацепить человека. Простым языком напишите. Чёрное кужирное бельё. Такого-то размера. Нежность, лёгкость, волшебство, перешёптывание звёзд, со снами. Ну пиздец. Удавшийся поэт идёт в Инстаграм. Евгений, серфинг, путешествия. У меня сразу бросается в глаза до знака, типа давай покурим, лайфстайл. Лайфстайл блог. Кувак путешествует и рассказывает про то, как ему заебись. А все люди ему завидуют. Напоминает фотка, как будто ты что-то потерял в бассейне в качественной фотографии, в одном стиле. Надо просто понимать, какая цель у тебя у этого Инстаграма. Если просто показать свой лайфстайл жизни, это одно. Хотя задача там что-то продавать, либо закрывать на что-то. Это другое. Так, давайте посмотрим магазин цветов. Первое, что бросается в глаза, нет комментариев. Людям важны отзывы. Даже если у вас нет реальных отзывов, сделайте фейковые отзывы. Люди видят спрос, я не думаю, а, значит там что-то стоящее. Я называю это эффектами как полное ощущение того, что у вас просто никто не покупает эти цветы. Может быть какие-то конкурсы провести назад. За комментарии будете разыгрывать букет. Вы как думаете, вы для кого пишете? Вот вы пишете для женщин, либо для мужиков? Логично предположить, что ваша целевая аудитория это мужики, которые дарят цветы своим девушкам, либо сестрям, либо мамам. Вот это все расписывает, но это нахер мужику не нужно, правда. Ему нужен конкретик. Наша доставка, она быстрее конкурентов, там, на полчаса. Вы получите букет уже сегодня. Если вы там прям в боль пейте, вы можете за полчаса получить этот букет прямо домой. Вечная классика, букеты из роз. Этой нахер никому не нужно из мужиков. Поверьте мне. Цветы у нас там не вянут месяц. То есть мы же договора заебись. То есть мне месяц не надо дарить цветы. Аккаунт ведет девочка, это прям стопудо, прям на косарь готов поспорить. Она расписывает все это с точки зрения женщины. Но не женщина будет покупать ваши цветы. Мужики будут покупать. Напишите для мужиков. Александр Васильевский. Распакую вашу экспертность. Ну, чувак, не обижайся, но фотку надо поменять. Ну, это маньяк. Постоянно синтезируйте новые идеи. Ну, окей. Дышите, да? Ешь. Не ешь сухомят. Никогда не читайте пассивно. А, блядь, а как надо читать? Объясни. Что значит не читайте пассивно? Конкретно, блядь, я тебе спеши. Текст, он должен служить помощью в трансформации человека. Тут он пишет про предпостное право. Ну, господи. Вот ты себя позиционируешь, как распакую вашу экспертность. Ты, как бы, крутой чувак. Ну, блядь, вот честно скажу, я тебе не доверяю. Правда. Вот это окей. Вот это не окей. А твой инстаграм, он либо продающий, либо у тебя просто, где, там, типа, в шортов там, напряжу. Ну, это два разных вообще ведения инстаграма. Ты очень стремно улыбаешься, правда? Извини, конечно. Извини, конечно. Ну, не страшно. Твои улыбки. Обосраться. Ну, ты вот прям мне в душу, блядь, смотришь. Как ты себя припаковываешь и преподаешь, это полностью в антирекламу тебе, правда. Маркетолог из деревни. Сразу вопрос, сколько тебе лет? Я бы на твоем месте не светил то, что ты в школе. Блядь, это как бы детский сад. То есть, у тебя реально вот заказывают люди рекламу, настройку. Они не хотят видеть школьника. Ты совершенно спокойно можешь скрыть свою личность в интернете. То есть, люди не узнают о том, что ты школьник. Это элементарно. На твоем месте, ну, пока ты не повзрослеешь, я бы вообще тебя не показывал. Беру бы просто, ну, там, страницу, как будто нонейм, то есть, какое-то агентство. Потому что твоя личность на данный момент не продает тебя. Оно такое хуже тебе делает. Суздаль, гестхаус, уютный гостевой дом. Ну, фотки ништяк. Я прям поехал. Шучок, банька. Как ты думаешь, нужно ли показывать эконом-класс? Я бы, наоборот, светил бы самыми лучшими фотографиями. Фотки классные, правда. Иностранцам бы клюнули. Я бы тебе посоветовал вести на русском и на английском и попробовать таргетироваться на иностранцев, которые пользуются Booking.com и Airbnb. И ты бы зарабатывал с иностранцами много больше. Приедет и своим друзьям иностранцам расскажет, что в бане был, вот купил с медведями ходился, в церковь сходил, фотки классные покажут. Так, сразу, у тебя нету полочной структуры в описании. Это воспринимается легче, лучше. Второе, у тебя нету активной ссылки. Можно создать ссылку напрямую на чат в WhatsApp. Также я тебе советую сделать бизнес-профиль. В бизнес-профиле есть возможность звонить и писать на почту. Монтаж отопления под ключ. Качественное решение? Насколько качественное? Кто сказал, что это качественно? Это вода. Просто гуль-гуль, понимаете? Лучше было бы написать 300 довольных клиентов, ну дешевле конкурентов на 20%. Прям здесь пиздец процесс. Ну это нахер людям не надо. Как бы людям нужен результат. Так показывайте результат, а не процесс. Лучше видеоотзыв, блядь, возьмите и запишите там человек, который купил этот пол. Поразительно. Ой, это что это? What the fuck is this? Зачем чебо делать? Ты что, умер что ли? Все, что связано с домом, это уют, комфорт и счастье. Показывает семью счастье. Я бы подумал, что это альбом госпитского груза. Либо этот чувак только что с зоны откинулся и едет домой. Пять секунд? Вот за пять секунд ты должен либо продать, либо не продать. Мужики в инстаграме не сидят. Именно женщины оставляют заявку, а потом они уже идут к мужику и продают ему эту идею. Соответственно, именно для женщин делают уже контент, а не для мужиков. Очень скучно выглядит правда. Очень скучно, стрёмно и некачественно. Умейте. Могете. Без обид. Субъективное только обновление. На самом деле, у меня задача вам помочь. Они обсирают «Бай Найлз» и воспринимают это все. Все. Понятное дело, что это...